Дай почитать. И тем не менее, Антон Кротков, автор книги «Карикатура», известный журналист, опубликовавший 24 книги. В данном издании 12 глав. Первая – об истории карикатуры. Вторая посвящена творчеству Анаре Дамье. Следующие главы – о Борисе Ефимове, Битструпе, Жанне Эфеле, о Константине Ротове, о шаржах и комиксах. Автор доказывает, что карикатура – удивительный жанр, обладающий оригинальным эзоповым языком. Сейчас карикатура является единственным массовым видом искусства. Карикатура, в отличие от статьи или фотографии, способна многократно усилить мысль и оказать сильное влияние на зрителя. Первая карикатура – глиняные и наскальные изображения властных и очень дородных дам, видимо, вызывавших у доисторических мужчин восхищение персонифицированным символом здоровья, состоящим из больших запасов жира и плоти, и в то же время страх перед хозяйкой племени и тайную насмешку над ней. Кстати, единственным фараоном, ставшим мишенью для многочисленных народных карикатур, была женщина-царь. Восемнадцатой династии правила в пятнадцатом веке до нашей эры. Царица Хадши-Псут. Ее вина в том, что при ее правлении страна испытала мощный экономический подъем. При ней развернулось грандиозное строительство. Она успешно воевала, но предпочитала дипломатию оружию. Именно эта способность к созиданию и миру не устроила многих. До сих пор в ее гробнице, на стенах нацарапаны непристойные рисунки. Любопытно, что Битструб, не любивший официоза, на своем юбилее отказался от заздравных речей и стал на пятиметровом листе импровизировать. Каждый шарж, каждая картинка, рождавшаяся на глазах у зрителей, заставляла хохотать. Великий датский художник никогда не изменял себе. Дорогие слушатели, читаем книгу Антона Кроткова «Карикатура» и понимаем, кто всегда говорит правду. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать